Здравствуйте! Это телерадиокомпания «Русский мир» программы «Музея Мания». И мы с вами находимся в Музее уникальных кукол. Меня зовут Морозова Людмила, я директор этого музея. И сейчас я вам расскажу немного о нашем музее и об истории кукол. Любопытно, что сегодня кукла у нас ассоциируется с детской игрой, но этому понятию всего 150 примерно лет. По той причине, что до этого кукол игровых массово не выпускали. Каких же кукол выпускали? Выпускали кукол религиозных обрядовых, как, например, наш младенец Иисус, которому больше 300 лет. Были также куклы статусные, куклы бадуарные, которыми хвастались взрослые дамы друг перед другом, показывая свой высокий статус и хороший вкус. Они еще несли и полезную функцию, а под них можно было, например, убрать легкий беспорядок на бадуарном столике. Были также куклы. Очень любопытно, это куклы модные дамы. На таких куклах дизайнеры, кутюрье того времени, показывали свои коллекции, свои наряды для королев, графинь и прочих высокопоставленных дам. Что же происходит в середине XIX века, и почему, наконец, примерно с этого времени начинают появляться игровые куклы, так привычные нам сегодня? Дело в том, что до середины XIX века к детям относились как к болванке, буквально, как к заготовке для будущего взрослого. И ребенка направляли взрослые, ребенка в бедных семьях приучали к труду, к заботе о младших. В богатых семьях ребенка обучали языкам, наукам и прочим правилам этикета и домоустройства. В середине XIX века набирает популярность работа Жан-Жака Руссо, написанная им за век до этого, но тогда запрещенная. Фокус перемещается на ребенка, то есть взрослые, наконец, задумываются о том, что ребенок тоже человек. Соответственно, игра, которая была до середины XIX века на уровне хулиганства или баловства, становится необходимой для развития ребенка частью воспитания. В обществе появляется новая мода, это разговоры о детях, это детские потребности, на что реагируют очень быстро промышленники, ведь идет промышленная революция и открывается множество фабрик по производству кукол из всевозможных материалов, которые были известны на тот момент. Это, конечно же, воск, но с восковыми куклами была одна проблема. Они плохо переносят перепады температуры, и их невозможно использовать, с ними невозможно играть на открытом солнце. Пробуют производить кукол из дерева, но, как мы уже с вами смотрели на младенца Иисуса, красивая деревянная кукла производится очень и очень долго. Также пробуют производить кукол из железа, кукол из композита, кукол из ткани, но у всех у них были свои особенности, сложности эксплуатации. Когда производители доходят до фарфора, конечно же, становится очевидным, что фарфоровая кукла самая красивая, самая детализированная, самая натуральная по своим чертам. Ее легко производить на фабриках большими тиражами, но большой тираж середины XIX века или второй половины XIX века это от 5 до 50 примерно штук одного вида куклы. То есть сегодня это, конечно, тоже не массовое производство, но на те времена это было огромным конвейером. Фактически единственным недостатком фарфоровой куклы была ее хрупкость. И здесь любопытный момент. Можно вспомнить, у Чайковского в детском альбоме есть композиция «Кукла заболела». Дело в том, что были специальные кукольные госпитали, где сегодня, мы говорим, ремонтировали кукол или реставрировали кукол, но тогда говорили, именно лечили кукол. Все логично, кукла заболела, то есть она сломалась, куклу отнесли в кукольный госпиталь и там вылечили, фактически склеили, если это возможно. Если куклу отремонтировать, починить не удавалось, то фактически с ребенком проигрывали даже сцену похорон куклы. Опять-таки у Чайковского вспоминаем, следующая композиция после болезни куклы называется «Похорона куклы». И здесь снова не утрирование автора, здесь снова обычная часть игры второй половины XIX века. В магазинах кукол продавали в основном в нижнем белье, и дальше для них можно было купить все. И вот под словом «все» я подразумеваю действительно все. Конечно же, это всевозможная одежда, аксессуары. Часто спрашивают, неужели и корсеты были. Конечно же, обязательно были и корсеты у кукол. Необходимое количество нижних юбок, шляпки, сумочки, всевозможные очки. Все, что нужно человеку, все также необходимые кукли. Но были у кукол и собственные швейные машинки. При этом все они работают. Здесь можно их у нас посмотреть. Все они работают, все они прошивают простую прямую строчку. И если были куклы, стоимость которых можно сравнить сегодня со стоимостью недорогого автомобиля, то были куклы, которых можно сравнить со стоимостью квартиры. Это куклы первой автоматоны. В отличие от музыкальных шкатулок, автоматоны проигрывают минимум три разных движения. То есть в музыкальной шкатулке это музыка плюс одно движение. В музыкальном автоматоне это музыка плюс минимум три разных движения. Здесь у нас объединена дорогая фарфоровая кукла с дорогим механизмом, который создавали часовых дел мастера. Потому здесь, конечно, стоимость была просто невероятной. И возвращаемся к статусным игрушкам, которые у нас были в начале экскурсии. Здесь тоже дети не допускались. Это снова не детская игрушка. Это снова возможность взрослым людям похвастаться своим богатством. Мы с вами сейчас виртуально были в Германии и Франции. Именно там было сосредоточено наибольшее количество кукольных производств. Что же было в нашей стране? В нашей стране первое производство открылось в 1887 году. Называлось оно Фингергутершрайр и находилось на территории современной Польши. Тогда это было нашей губернией. Но на территории современной России производств кукольных фарфоровых производств не было. В начале 20 века ситуация немножечко меняется. Когда у нас пошло обострение отношений с Европой, у нас повысилась пошлина на ввоз иностранных товаров в Россию и, в частности, на ввоз иностранных кукол, которых мы закупали в основном в Германии. Наконец, у нас открываются собственные производства, собственные артели. В основном, конечно, наши производители банально брали европейских кукол, копировали их и издавали под собственным брендом. Но была и фабрика Журавлевка-Чешков, которые придумали свой собственный молд, то есть свое лицо для куклы. Эти куклы переживают революцию. Эти куклы существуют, то есть производство существует во время новой экономической политики, но к моменту сворачивания НЭПа Луначарский, министр просвещения, подписывает приказ о полном уничтожении фабрики в связи с тем, что эти куклы были излишне буржуазными, как писали тогда газеты. И фабрику полностью уничтожают. Уничтожают настолько, что не остается камня на камне. То есть уничтожаются инструменты, материалы, все рецептуры, даже документооборот весь уничтожается. Не остается просто ни одного упоминания. И куклы, которые находились даже в личных коллекциях, то есть в домах у людей, выносились и разбивались людьми для того, чтобы показать, что они не имеют никакого отношения к буржуазии, и что они полностью поддерживают новое правительство. То есть люди просто боялись больших проблем из-за кукол. Выжили куклы, которые были так или иначе вывезены за границу, как в подарке или сувениры, а также выжили куклы из коллекции жены Луначарского, который подписал приказ об уничтожении фабрики. Отдельно хочется рассказать про куклу, которую создали для девочки, можно сказать, по индивидуальному заказу. Дело в том, что девочка в конце XIX века родилась с шестью пальчиками на руке. Она очень комплексовала, очень стеснялась, и родители заказали для нее куклу с шестью пальцами. На одной руке у куклы пять пальцев, так же, как было и у девочки, и на второй руке шесть пальчиков. Многие наши куклы имеют собственную историю, не только историю фабрики и создания, но и историю того, как эта кукла жила в семье, хранилась, передавалась с поколения в поколение. Одна из таких кукол, это вот эта вот кукла в мехах, кукла, которую принесла и подарила нам уже бабушка, рассказавшая историю о том, как эта кукла спасла ей жизнь. Дело в том, что, когда эта бабушка была еще девочкой, она жила в Ленинграде и попала в блокаду. Ее мама уходила на работу каждое утро и каждый вечер приходила. И вот однажды вечером мама с работы не вернулась. Девочка кое-как еще смогла заснуть, но утром проснулась от холода, от голода и поняла, что мама так и не пришла. В этот момент она перевела глаза на куклу и ей показалось, что кукла буквально протянула к ней руки и сказала, что если ты сейчас умрешь, то на кого же ты меня оставишь? И в заботе о кукле она провела еще около суток, после чего мама все-таки смогла прийти домой. Оказалось, что у мамы были какие-то проблемы, невозможно было выйти с работы. Мама пришла, была безумно, конечно же, рада, что все с девочкой в порядке, но вот эта девочка, уже будучи бабушкой, вспоминает, что тот сложный для нее период, ей тогда было около пяти лет, она смогла пережить только благодаря кукле. И, конечно же, расскажу немного о звезде нашей коллекции, о кукле Суок из кинофильма «Три толстяка» 1966 года. Для фильма «Три толстяка» по роману Юрия Олеши была создана кукла, точная копия актрисы, 12-летней девочки Лины Бракните, которая снималась в этом фильме. Спецэффектов тогда не было, нужна была настоящая кукла, которая будет оживать. Поэтому сделали вот такой спецэффект того времени, то есть точную копию девочки, которая в фильме оживала, превращалась в настоящую девочку. И теперь эта кукла хранится в нашем музее. Есть в нашей коллекции и современная кукла, которая недорога по стоимости, но дорога нашему сердцу. Это кукла из клипа «Иванушки Интернашнл. Кукла Маша не плачь, кукла Даша не плачь». Все знают эту песню, но мало кто знает, что и этот клип, и эту песню заказала основатель нашего музея Юлия Вишневская в год, когда открывала наш музей. Юлия Вишневская снялась в этом клипе в собственной же роли, то есть в роли доброго мастера-кукольника. Во второй половине клипа она появляется и расставляет кукол в красивом помещении, которое специально для клипа было создано. В этом году нашему музею исполняется 25 лет. Мы постоянно пополняем нашу коллекцию, хотя в ней уже порядка 6 тысяч экспонатов, и о каждом есть что рассказать. Я надеюсь, что вам понравилось то, что вы услышали сегодня. Приходите к нам в музей, мы расскажем вам еще больше полезной и интересной информации. С вами была музей Мания. До скорых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова